Наталья Пивоварчик Дождь шлепал по листьям всю ночь. Сначала весело, бойко, но к утру погрустнело, захлепал, посерел. И в лесу стало уныло, запахи травы и цветов пропали. Пахло сырой землей, а дождь все лил и лил. В дупле у Моти сухо и тепло. Мама свернулась вокруг Бельчонка пушистым кольцом и вылезать совсем не хотелось. Но к концу дня Моти забеспокоился, заерзал. Мне-то наверху хорошо, а шуни и быстрику каково? Ох, уж этот дождь идет и идет. Хоть бы только наружу шел, а то ведь все норки, наверное, залил. С досадой подумал Бельчонок. Мотя высунул мордочку из дупла, посмотрел вверх. Сквозь ветре деревьев проглядывало серое небо. Может, там вдалеке просвет есть? Надо бы посмотреть. Мотя вспомнил, что невдалеке растет самая высокая ель в лесу, с макушкой которой видно все вокруг. Он оглянулся на маму. Белка спала, убаюканная дождем. Бельчонок вылез из дупла и поежился. Но раздумывать было некогда. Он махнул хвостом и поскакал по веткам к гигантской еле. По дороге Мотя не встретил ни одно живое существо. Все звери и птицы попрятались от дождя. Эх, а туча пузом за елку зацепилась, понял Мотя, увидев издали, что макушка еле достает до тучи, покрывшись все небо и утопает в ней самым кончиком. Бельчонок скарабкался на макушку еле и потрогал тучу лапкой. «Уф!» – тяжело вздохнула туча. «Висишь?» – спросил Мотя с легким укором. «Вишу!» – вздохнула туча. «Льешь?» – покачал головой Мотя. «Лью!» – «Мокнете?» – неожиданно спросила туча. «То-то и оно! Все мокнут, всем плохо, все жалуются!» – обиженно проволчала туча. «А что делать?» – растерялся Мотя. «Делать?» – повторила туча. «Что-то делать!» Мотя посмотрел на живот тучи, поверстел носиком, прикидывая, что уме. «Я попробую тебя отцепить!» – решил он. «Хорошее дело!» – обрадованно приговорила туча. Мотя вскарабкался как можно выше, макушка еле закачалась, туча заохала. «Потерпи немного!» – пожалел ее Мотя. Он сильно качнул макушку, и она выскочила из тучи. «Уф!» – выдохнула туча с облегчением и сразу стала подниматься вверх. Воды-то в ней поубавилось. «Спасибо!» – сказала она Моте на прощание и поплыла над лесом шурша, как юбками дождем. Мотя проводил ее взглядом и оглянулся в другую сторону. Там вдали витнялась узенько бледная голубая полоска неба. «И чего ты связался с этой дармоедкой? Иж брюхо-то отъело! Нечего ей помогать!» – проворчала сорока, прятавшаяся ниже еловых ветках. «Еще от матери достанется, что бегаешь по деревьям в такую погоду!» – Мотя всмехнулся, но проморчал. «Разве ворчливые сороки объяснишь, что за хорошие дела мамы не ругают?» Продолжение следует...